Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Должен разговаривать с ребенком не тогда, когда он уже пошел на эту акцию какую-либо, а с детства задавать ему вопросы, чтобы он размышлял, чтобы он отвечал на вопросы. Ведь если задать вопрос молодым людям, зачем мы прошли, они говорят, мы пошли бороться за свободу. Это задать им вопрос, а какая свобода вам нужна? Они не могут ответить. То есть мы ребенку говорим, ты хочешь свободу от чего-либо? От чего ты хочешь освободиться? И пусть он перечислит, от чего он хочет освободиться. А потом еще есть свобода для чего-либо. Потом мы знаем, а для чего тебе нужна эта свобода? И он тоже начинает задумываться. Вот я получу эту свободу. А для чего эту свободу я получил? Что я буду с ней делать? И сразу эта свобода превращается в... Вернее, у него появляются мысли об ответственности. Потому что... Личная ответственность. Да, обратная сторона свободы – это ответственность. И здесь мы уже говорим о социальной ответственности и об автономной ответственности. Социальная ответственность перед мамой, перед папой, перед обществом, перед толпой и так далее. Автономная – это перед самим собой. Автономная ответственность позволяет человеку рефлексировать, анализировать свои поступки. И прежде чем идти куда-то, он задаться с вопросом. А мне это нужно? Жесткие запреты действуют? Родители чаще всего и прибегают к этому. Запрет. Но это легче всего. Да, легче всего. Но я еще раз говорю, да, мы можем спасти его от того, что он не пойдет куда-то. Мы ему это запретили. Но потребность в том, в чем она есть, она где-то будет все равно удовлетворена.